Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 1, 3, 6. Давайте приступим. Мы будем сегодня настраивать сессии Edge. Давайте начнем. И первое, что нам нужно сделать, нам нужно подключиться к нашему S1 с PC1 с помощью telnet. Давайте это сделаем. Открываем наш PC1, открываем десктоп, открываем командную строку, пишем telnet и указываем IP-адрес нашего S1. У S1 адрес 10.10.10.2. Нас спрашивает пароль. Чтобы узнал, какой у нас пароль, мы смотрим вот здесь. В нашем случае пароль Cisco. Копируем. Вот. Теперь мы попали в устройство S1. Дальше, что нужно сделать? Нам нужно ввести команду enable и посмотреть конфигурацию нашего устройства. Пароль опять-таки Cisco. Вот. Давайте посмотрим, что нас просят сделать. Нам нужно сохранить текущую конфигурацию. Вводим команду copy runningconfig startupconfig. Enter. У нас уточняют тип сохранения, точнее куда сохранять. И по дефолту это startupconfig. Нажимаем Enter. Все. У нас окей. Все работает. Давайте посмотрим дальше. Нам нужно посмотреть текущую конфигурацию. Для этого вводим команду show run. Вот. Вот она. Вот она. Листаем вниз и мы можем видеть, что наши пароли не зашифрованы. Вот на линиях ETI. То есть все пароли у нас сейчас открыты текстом. И это не совсем безопасно, потому что любой человек, у которого есть доступ к нашему устройству, сможет его перенастроить и тем самым, например, его сосломать на нашу сеть. Так что давайте зашифруем наши пароли. Copy. Ой, не то. Service. Password. Encryption. Service. Password. Но чтобы зашифровать, нужно перейти в привилегированный режим. Я об этом забыла. Ку-конфт. Вот. Service. Password. Encryption. Enter. С помощью этой команды мы зашифровали все пароли. Нажимаем Ctrl-Z. Мы вернулись в предыдущий режим. И show running config. И мы можем видеть, что наш пароль Cisco превратился в набор зашифрованных, в набор символов. И вот возле линии VTI все абсолютно так же. Давайте посмотрим дальше. Мы удостоверились, что все пароли зашифрованы. Теперь нам нужно перейти к шагу 2. В шаге 2 нам нужно настроить имя домена. В нашем случае это netacad pka. Для этого вводим команду conft, чтобы перейти в режим конфигурации. Conft. Так. Далее вводим команду ip domain name. Name. Далее указываем имя нашего домена. Netacad pka. Paste. Enter. Если вы копируете, обратите внимание, что в конце у нас точка стоит. И не скопируйте ее тоже, потому что у нас не засчитают. Что она спросит дальше? Нам нужно сгенерировать RSI-кейс и зашифровать информацию. Crypto Key Generate RSI. Чтобы не вводить все слова вручную, я нажимаю tab, и оно дописывает слова. Дальше нас спрашивает количество бит. И у нас в задании у каждого шага должно быть 1024, хотя бы дефолт и 512. Так что вводим 1024. Готово. Все, нам написали, что все окей, все сработало. И у нас добавились проценты выполнения задания. Давайте посмотрим дальше. Шаг 2. Нам нужно создать администратора в списке пользователей. И пароль у него должен быть CISCO. Чтобы это сделать, вводим команду username. Далее слово администратор. Администратор, окей. Секрет. CISCO. В данном случае CISCO это пароль администратора. А администратор это имя пользователя. Готово. Что нам нужно дальше? Нам нужно проверить, работает ли CISCO. Для этого... Стоп, секунду. Я пропустил один шаг. Нам нужно строить линии VTI. Это виртуальный интерфейс, с помощью которого можно обеспечить удаленный доступ к сети или устройству. Для этого вводим команду line.vti. В нашем случае это 0.15. Enter. Вводим команду login.local. Enter. И что нам дальше? transport input cch. Таким образом у нас он будет работать. Что нужно дальше? Нам нужно убрать пароль, который у нас существует. Для этого переходим в режим конфигурации. Ctrl-C. Conf-T. Вот мы здесь. И вводим команду no password cisco. Password cisco. Секунду. Да, я забыла, как пишется слово пароль. Неважно. No. Password. Cisco. Потому что нам нужно это делать в режиме конфигурации линий. Вот. Переходим еще раз. Line.vti. 15. No password cisco. Все работает. Да. Шаг 3. Нам нужно проверить cch. Для этого возвращаемся в предыдущий режим. И теперь нам нужно... И вообще выходим с нашего устройства exit. Вот. Теперь нам нужно попробовать подключиться еще раз с помощью toolnet. Но в этот раз у нас он не сработает. Как вы видите, host by host, который мы хотим подключиться, S1, теперь запрещает подключаться с помощью toolnet. Теперь мы попробуем подключиться с помощью cch. Для этого вводим команду cch. cch. Далее минус l. Обрите внимание, что это буква l, а не 1. И далее подключаемся к нашему хосту с помощью юсера, который мы настроили ранее. У нас это администратор. Окей. И вводим IP-адрес устройства, к которому мы хотим подключиться. У нас это опять-таки S1 с IP-адресом 10.10.10.2. Как вы видите, соединение прошло удачно. Нас спрашивает пароль циска. И вот мы попали опять-таки в наше устройство. Таким образом мы научились настраивать CCH и подключаться. А на этом все. Думаю, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok